Приветствую вас. Для начала я бы хотел предложить вам вместе с сыном, хотя, с другой стороны, лучше, наверное, даже без него, сходить к тренеру и спросить у него, с чем связано то, что рассказал вам ваш ребенок. То есть, то случилось, что тренер, условно говоря, педагог, да, пояснит вам в ответ на, собственно, довольно резонный вопрос относительно того, что это значит и почему все происходит именно так. Так что, действительно, ваш сын может совершенно не понимать, что от него вообще хотят, что нужно от него и так далее. И здесь вам на самом-то деле нужно будет только ориентироваться на свое восприятие. То есть, если вам не понравится то, что скажет, например, тренер, да, если вас не устроит то, что он объяснит, то тогда совершенно логично, что ходить к нему больше не нужно. А если вы хотите, если у вас есть желание, то можете написать, например, жалобу на него за такие вот странные методы обучения людей. За своим силам, дабы избежать вероятности появления у него травмы, лучше поговорить, все ему объяснить, сказать, что человек, который, ну, какое-то время побыл для него учителем, просто-напросто не очень понимает, что он преподает, не очень хорошо отдает себе отчет в том, как нужно проводить процесс обучения, что в него входит и так далее. То есть, сына нужно объяснить, что тренер вообще, ну, просто такой человек, который не очень понимает, что вообще нужно от него и кто перед ним. То есть, представить все так, как будто это такая вот непонятная взрослая игра, игра тренера. Потому что, если сын ваш будет пытаться это для себя как-то осознать, то, боюсь, возможно, негативные для него последствия. Уверен, вы этого не хотели бы, поэтому, соответственно, очень рекомендую вам поступить именно так. То есть, обезопасить своего сына максимально от негативных последствий того, с чем ему пришлось столкнуться. На будущее я бы рекомендовал вам, прежде чем отправлять сына в какую-нибудь секцию, все-таки узнавать побольше про учителей, про педагогический состав, дабы иметь представление о том, с чем вам придется столкнуться, дабы не было бы повторения таких вот ситуаций, которые, к сожалению, могут, ну, достаточно сильно навредить вашему ребенку. На этом, я думаю, все. Не стоит реагировать как-то бурно, все равно ни к чему хорошему это не приведет. Ну и без какой-либо реакции оставлять это тоже нельзя. Есть опасения, есть такое допущение, что ваш ребенок что-то не понял, есть такое опасение, что ваш ребенок как-то неправильно воспринял то, что произошло, и вот для того, чтобы прояснить эту ситуацию, необходимо, крафике, все выяснить человеком. Но здесь я еще раз повторю, рекомендую вам именно прислушиваться к своей реакции, потому что если вы почувствуете, что вот то, что говорит тренер, это, ну, правда, действительно так и есть, то хорошо. Если вы почувствуете, что нет, что здесь что-то не так, то, соответственно, тогда лучше не стоит продолжать обучение у этого человека. Вот потому, что даже если ваш ребенок что-то неправильно понял, а страна ему будет потом тяжело сосредоточиться на процессе обучения, и дальше это будет только стрессогенная ситуация, которая не пойдет ему на пользу. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.